Всем привет! С вами снова программа Калейдоскоп. Ну вот и остались позади новогодние праздники, и пора уже входить в обычное рабочее русло. Ну, собственно говоря, сегодня мы постараемся вам в этом немножко помочь. Ну и как же ты предлагаешь возвращаться к рабочему режиму? Ну, для начала пора бы уже прекратить говорить о новогодних событиях и обратиться к нашим традиционным темам. Например, посмотреть, что происходит в выставочной жизни нашего города. Тем более, что в Кремле сейчас работает очень необычная выставка, состоящая из даров чужедальних земель. Эта выставка посвящена 130-летию Рязанского Кремля. Сотрудники музея решили показать гостям, что их работа гораздо шире, интереснее и глубже, чем мы с вами можем подумать. Вряд ли кто-то знает, что археологическая коллекция музея состоит не только из тех находок, которые удалось обнаружить в ходе раскопок на территории области. Оказывается, часть экспонатов прибыла к нам из далеких краев – Египта, Сибири, Крыма, Кавказа. Музей должен не только собирать, изучать вещи, но обязательно их показывать. И мы стараемся собирать все предметы, которые так или иначе связаны с историей Рязанской земли. Но в музее оказываются и предметы, которые можно назвать для наших мест экзотическими. Они разными путями попадали в музей, и их тоже хочется показать. И не просто показать, а как бы дать повод напомнить о длительной истории человечества. И вот здесь собраны вещи самого разного времени, самого разного происхождения. Большая их часть попали в музей еще в конце 19-го или в самом начале 20-го века. И с территории нашей области, и путем дарения или покупки из очень дальних земель. Конечно, основной задачей музея сотрудники считают изучение родного края. Но предметы древности из чужедальних земель не могут оставить равнодушными любителей истории. Поэтому в одном из залов Дворца Олега до 1890 года посетители могли увидеть, рядом с древностями из старой Рязани или Канищева, клады скифов, оливийские и древнегреческие вазы и украшения, остатки холщовых одеяний, египетских мумий, маньчжурские и монгольские каменные извояния. В советские годы некоторые из экспонатов навсегда покинули стены музея, а часть того, что осталось, практически никогда не экспонировалась. Во-первых, есть вещи античные. Античность – это история Древней Греции, Древнего Рима. Это зарождение вообще наших современных понятий о государстве, о науке, об искусстве. У нас нет шедевров, но у нас есть массовые вещи – керамика, украшения, светильники, которые дают повод вспомнить вот эти золотые времена истории человечества. У нас есть фрагмент пелены от египетской мумии. Она к нам попала подарком от антропологического музея. Это тоже был самый конец XIX века. Вот мы можем вспомнить и о той, совсем другой, отличной от античной цивилизации. Есть вещи скифские. Вы понимаете, скифы – это такие легенды. Да, скифы мы, да, азиаты мы. Не упустите уникальную возможность прикоснуться к романтике древностей и дальних земель. Выставка работает на втором этаже Дворца Олега. Ну а я предлагаю не уходить нам далеко от Рязанского Кремля и заглянуть на другую экспозицию. Изделия скопинских кончеров представлены для всех желающих в певческом корпусе. Если вдруг вам кажется, что вы одиноки и весь мир настроен против вас, некому открыться и рассказать о своих тревогах, программа «Калейдоскоп» настоятельно советует заглянуть в певческий корпус Рязанского Кремля, где посетителям предлагают поговорить по душам с глиной. Вот увидите, волшебная атмосфера, в которую вы попадете, сразу прогонит ненужные мысли. Авторские произведения мастеров скопинского гончарного промысла Александра Воеводкина и Татьяны Половинкиной включают около ста изделий последних лет. Почти все эти работы мастера делают совместно, и получается у них удивительно колоритно и гармонично. Свою работу и обучение мастерству мы проходили на фабрике скопинской керамики. То есть под крылом Татьяны Константиновны Головановой мы учились самим основам вот этого ремесла. И там как было принято участвовать в выставках. Было очень много художников, и друг перед другом старались не ударить грязь лицом. А потом мы создали собственную мастерскую, и именно для того, чтобы больше времени уделять поискам старинных технологий. И это, скорее всего, понимаете, открыть секрет невозможно просто раз и открыл секрет. Для этого нужно очень просто много труда, и тогда все само откроется. Собственная гончарная мастерская Александра и Татьяны называется «Заповедник горшка». По признанию художников, она подобна старинному гончарному подворью. Вот и в своих работах мастера следует традициям, возвращаются к истокам. И если мы привыкли к тому, что скопинская керамика – это фигурные подсвечники, сосуды, игрушки, то здесь можно увидеть точные реплики старинной посуды. Александр и Татьяна нашли технику, в которой наши земляки давным-давно изготавливали глиняные предметы быта. И с удовольствием работают в этом направлении. Гончарное мастерство, оно сейчас возрождается, и люди опять как бы приходят. Глина – очень живой материал, и он как бы целит душу ко всему прочему. И люди очень многие как бы из городского, вот это вот, из городской суеты, они сейчас возвращаются в деревни. Очень много. Вот у нас просто просятся поучиться, к нам просятся приехать. Так что я думаю, гончарному делу еще жить очень долго. Осталось отметить, что выставка будет работать до 20 января. Так что у вас еще есть время, чтобы поговорить с Глиной по душам. Если вы уже посмотрели все выставки, мы советуем заглянуть вам в драматический театр. Ведь там совсем скоро появится новый премьерный спектакль по знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова. Сегодня, отправляясь в театр, даже на спектакль по классическому произведению, не всегда можно быть уверенным в том, что увидите вы именно классическую постановку. Но с «Чайкой» все совсем иначе. Липецкий режиссер Сергей Бобровский как раз из тех, кто пытается оставить первоначальные мотивы, голос и чувствование пространства автора. В этом спектакле не будет световых эффектов, звуковой поддержки, а будет некое пространство, в котором артисты точно по тексту Чехова, с легкими купюрами, будут проживать жизни своих героев, заключенные в четырех действиях. И тем не менее, собственного видения произведения ни одному режиссеру избежать пока еще не удавалось. Если бы я даже этого хотел, хотя я этого хочу, ну как можно знать, что имел в виду Чехов? Да, все равно, когда решаешь, допустим, пространство или костюмы, или характеры, все равно исходишь из собственного ощущения. Все равно это некое предложение. Концепция у любого режиссера есть, даже если кажется, что и там нет. Потому что каждый режиссер, так или иначе, через себя, и художник вместе с ним, и артист вместе. Все равно это, конечно, некий взгляд на материал и собственное чувство в нем. Но это ближе. Во всяком случае, здесь нет никакого такого визуального театра, которого сейчас очень много. Здесь нет какого-то парада, аттракционов или подиума какого-то. Нет, здесь есть человеческие голоса и судьбы. Эта пьеса была написана Антоном Павловичем Чеховым в конце 19 века. Конечно, сегодня мы живем уже совсем в другой стране. Но многое из того, о чем говорится в этой пьесе, актуально сегодня. Это произведение и о людях искусства, и о муках творчества, и о самодовольно сытом старшем поколении, охраняющем завоеванные позиции. И, конечно же, о любви. Что касается Чайки, как говорил Антон Павлович, пять пудов любви. И разговоры о литературе. Я понимаю, что мы сейчас немного разговариваем о литературе, в принципе. Но любовь, чувство любви, даже не разделенные, я думаю, оно свойственно всем. А там все пронизано этим. А еще Чайка пронизана тонким юмором автора. Поэтому, конечно же, режиссеру хочется, чтобы зритель на этом спектакле смеялся. Хотя мы специально там никого не смешим. И Чайков никого никогда не смешит, у него особый юмор. Он такой тонкий, знаете, и зритель, наверное, тоже должен быть со вкусом, что ли, понимать этот юмор. Вот получится или нет. Режиссер говорит о том, что Чайку, наверное, можно было бы назвать мелодрамой. Ведь эта история совершенно открыта, совершенно проста. Вот только простоту эту сыграть довольно сложно. Как это получится у артистов, судить зрителям. Премьера спектакля состоится 29 января. Так что именно вы можете оказаться в числе первых, кто увидит эту легендарную пьесу на сцене Рязанского театра драмы. Если у вас совсем нет времени, чтобы посещать выставки и спектакли, одной из причин этого может быть ремонт. Ну что ж, и тогда наш следующий сюжет специально для вас. Натяжные потолки уже давно перестали быть роскошью и стали неотъемлемой частью отделки квартиры, дома или офиса. Ведь это практично, удобно и красиво. Конечно, огромное значение имеет материал, из которого изготавливаются потолки и качество монтажа. Обращаясь в компанию «Новый вид», вы можете быть уверены, все будет сделано на высшем уровне. Мы являемся производителями всех тех материалов, которые мы устанавливаем. Соответственно, мы отвечаем с самого начала, начиная от производства, заканчивая конечным результатом. Мы не перекупаем у какого-то производителя. Соответственно, в плане гарантийных обязательств, это является целиком и полностью нашей обязательств на протяжении всего периода срока эксплуатации потолка. Если гарантийный срок возник на момент монтажа, ну, всякое в жизни бывает. Да, в момент распортировки получилось, чем-нибудь ткнули, еще что-то, да, то есть полотно тут же изготавливается в течение часа. И выполняется заказ непосредственно в тот день, когда ребята приехали, он в этот же день не заканчивается. Пожалуй, именно благодаря такому подходу компания «Новый вид» занимает лидирующие позиции на рынке Рязани. Кроме того, при изготовлении потолков используются только высококачественные материалы. Каждый наш потолок имеет сертификат соответствия качеству, сертификат соответствия на гигиену, на пожаробезопасность, на дымоотделение и так далее. Соответственно, мы ставим потолки и в детских учреждениях, ставили и ставим, и позиционируем себя, что мы можем поставить в любом учреждении. Мы ставили потолки в таких помещениях, которые имеют... Вот у нас буквально на днях будет проект, когда мы будем ставить потолки в медицинском учреждении. Все сертификаты соответствия у нас есть. По СанПИНА мы везде все проходим. Соответственно, покупая продукт у кого-то, до производителя, есть возможность напороться на какую-то подделку. Китайскую, вонючую, полосатую еще какую-то, да, то есть у нас этого нет. В компании «Новый вид» вам предложат широкий ассортимент потолков различных конструкций и материалов. Кроме того, вы получите возможность выбрать дизайн, который будет сочетаться с интерьером вашего дома. Ведь обычные натяжные потолки понемногу отходят на второй план. Заказчики хотят нечто более оригинальное – двухуровневые потолки, потолки с фотопечатью или же с эффектом звездного неба. То есть звездное небо заказывается не так часто, но это очень красивый, эксклюзивный эффект, да, то есть которого можно добиться, в принципе, на любом материале, который можно сделать и на мать, и на глянце, и на тканевом потолке. Но более актуально – это изготовить на потолке тканевой основы, желательно на темном фоне. Что это такое? Достаточно сложная конструкция, которая составляется из проектора, и оптическая нить, которая выпускается из потолка. Соответственно, можно добиться эффектов мерцания, переливания, кометы можно сделать на потолке, можно сделать аэрографию на потолке с учетом добиться того, чтобы кометки начинались с одного угла и подлил в другом. Компании «Новый вид» могут сделать потолок любой степени сложности, причем качественно и в короткие сроки. Так что в новом году заказывайте натяжные потолки в компании «Новый вид», офис которой расположен по адресу улицы Синная, дом 8. Ну что ж, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин